Вот когда силы обороны Украины уничтожат свыше 50 тысяч российских фашистских захватчиков, тогда произойдет следующее явление. Противник будет не в состоянии удерживать все фронты, и вот именно из слабых мест, где у противника наиболее слабые места, то есть это Херсонская область и Запорожская, он будет оттуда вынужден отступить. Здравствуйте, зрители канала Субиньюз. У нас в гостях писатель и правовед Юрий Юрьевич Шулипа. Добрый день. Добрый день, Игорь. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Позвольте вас поздравить с назначением на пост почетного консула, не признанной Республики Чкерия в Украине. Как вы получили такие почетные полномочия, и какие первоочередные задачи вы ставите перед собой? Спасибо за поздравление. Эти полномочия я получил от главы Чеченской Республики Ищкерия Ахмета Закаева. Буквально на днях прибыла с официальным визитом делегация правительства Чеченской Республики Ищкерия, и первый заместитель правительства Чеченской Республики Ищкерия, мне в торжественной обстановке, значит, выдал постановление правительства, постановление президателя правительства Чеченской республики Ичкерия о моем назначении. Ну, мои задачи, они, в общем-то, установлены в самом постановлении о назначении меня на должность почетного консульта Чеченской республики Ичкерия о почетных консульта, ну, и там в ряде нормативных проактах. Но мои, в общем-то, первоочередные задачи, они отвечают той существующей международной и внутреннеобщественно-политической обстановке. Это, в первую очередь, содействие добровольцам, которые защищают Украину, наше многострадальное отечество, и также помощь в том плане, чтобы добровольческие батальоны Чеченской республики Ичкерия были включены в состав вооруженных сил Украины, но точно так же, как уже включили состав вооруженных сил Украины. Мы помним, сначала батальон белорусских добровольцев имени Костюся Калиновского, и теперь он уже, слава богу, стал полком. Вот так же, собственно говоря, мы будем делать здесь, то есть это я буду делать по линии своей должности в рамках почетного консульта Чеченской республики Ичкерия. Ну, и оказывать там иное содействие, которое это необходимо. Но также, еще не забывайте, еще и в Киеве занимаю другую должность, директор Международной ассоциации институтно-насладальной политики. И вот по этой линии я буду лоббировать интерес, но в том числе и, я так полагаю, и по моей консульской, хотя она все-таки, это я консульс, я действую в рамках Украины, а Международная ассоциация институтно-насладной политики дает мне возможность действовать на фактически всем нашем земном шарике, то есть транснационально, без, трансганично, без всяких границ. Это лоббировать поставки Украине вооружения, потому что мы видим, что Германия, к величайшему сожалению, до сих пор не выполняет свои обязательства, даже те, вот которых она письменно, в общем-то, этой юридически обязующей анкой правительства Германии, она обязалась поставлять Украине тяжелые и прочие виды вооружения, но, к величайшему сожалению, нет, она их поставляет, но я ничего не могу сказать, конечно, что она их не поставляет, она их поставляет, как это я называю, в выставочных объемах, то есть такое ощущение, что вот те чиновники Германии, которые непосредственно отвечают, точнее, исполняют решения о поставках в Украину тяжелых и прочих видов вооружений, они, наверное, думают, что здесь у нас какая-то выставка вооружений проходит, а не идет тяжелая оборонительная война против российского агрессора. И все эти недостатки, в том числе, я буду, ну, то есть мы уже, вот, кстати, я пользуюсь случаем, хочу сообщить, в Берлине с 27 июня началась акция «Стоп Путин, неонацизм, НАУ». Эта акция, она, как раз таки, вот ее главный лозунг, наш коллега Дмитрий Баграш, он один из основных координаторов этой акции, он абсолютно правильно сформулировал, что мы без поставок вооружений мы не уйдем. То есть эта акция, она будет длиться, ну, официально один месяц, а потом это официальное разрешение, точнее, это официальное согласование с правительством Германии будет продлеваться и до тех пор, пока Украина не одержит нашу великую военную победу над агрессором. Ну, там-то такие, значит, требования. Это прекратить оплачивать эту войну путем покупок у агрессора энергоносителей, энергоресурсов. И, значит, борьба с пятой путинской колонной, которой, к величайшему, к сожалению, имеет место быть, и я думаю, ну, в течение месяца с коллегами, поименно назовем, по крайней мере, основных немецких чиновников, которые умышленно саботируют, или саботировали, сейчас посмотрим, если я потру. Акция даст какой-то свой положительный результат, это уже это их преступное действие или бездействие, оно останется в прошлом, да, саботировали пост обещанных в Украине, поставок тяжелых вооружений. Ну, и также, я считаю, одно из ключевых, все-таки, следующих требований акции, это, ну, понятно, запрет Роспропаганды, борьба с фражеской агентурой и борьба с российским фашизмом. С расшизмом это очень важно, потому что российский фашизм, он примерно, ну, то, что тот фашизм, который сейчас, и его, он уже вскрылся, это окончательно после 24 февраля 2022 года, уже в мире ни у кого нет сомнения, о том, что это фашизм, он был взят именно вот у гитлеровского фашизма, у немецкого, и поэтому вот Германия должна побороть и именно этот фашизм, российский и советский фашизм, потому что в том числе, Вторая мировая война, она началась благодаря российскому фашизму, потому что Сталин 17-го, почему, кстати, ватники Колорадо и вот в России, и Путин в том числе, для него 18 сентября, это сакральная дата, вторая после победобесия по значимости, потому что именно 17 сентября Советский Союз вступил во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии. До этого Советский Союз активно помогал Гитлеру в том, чтобы Гитлер начал отделить Европу. И вот, кстати, Суворов и прочие исследователи истории, они абсолютно правильно отмечают, что Гитлер был ледоколом у Сталина, и таким образом Сталин его использовал сначала для того, чтобы Гитлер разжег войну в Европу, а потом уже, когда Гитлеру это удалось, то Советский Союз сам 17 сентября вошел в эту войну. Так что у них, у Советов и у гитлеровцев один общий фашизм. Они воевали сначала за один фашизм, а потом уже, когда Гитлер напал на другой фашизм, то начали, соответственно, делить этот фашизм между собой в сфере влияния. Да, и продовольствие поставляли, и нефтепродукты гитлеровской Германии. Это мы помним, конечно. Юрий, Российская Федерация обстреляла тремя ракетами Х-22, поселок Сергеевка Одесской области. Уже известно о 21 погибшем и 40 раненых. Чего добивается недофюрер этими действиями? Ну, смотрите, я еще в апреле месяце прошлого года, когда опубликовал планы, я издал целую книгу, она так называется, «Военные планы Путина против Украины». И на странице 10 я указал, что в случае широкомасштабной агрессии России против Украины, Путин, ну да, фактически он даст отмашку и распоряжение на то, чтобы убивать как можно больше мирного населения, бомбить и уничтожать гражданскую, в том числе и инфраструктуру, и мирные города. Это связано, в первую очередь, с тем, что Четвертая мировая гибридная война, ее активно, моя военная фаза, которая идет в Украину, это война на уничтожение Украины как государства, как субъекты международного права, и, соответственно, ее Путин планирует в его замыслах вести до уничтожения каждого украинца. Потому что вот тот лозунг этой войны, ее одна цель – деноцификация, она по-путински означает и день еще, и к этой войне, до уничтожения украинцев как нацию. Вот поэтому, собственно говоря, Путин убивает и уничтожает, во-первых, так, как он может, технически и физически это сделать, как можно больше уничтожить граждан Украины. И это первый аспект. И второй аспект – он уничтожает граждан Украины, жилые, значит, дома, мирные города, так как он понимает. Вот как раз-таки в определенных пределах его понимания. Это его физические особенности. Ну и, конечно же, понятно, это террор, это запугать население, чтобы, как один из элементов, чтобы население оставило города, капитулировало, и в чем-то даже склоняло свое правительство к тому, чтобы к капитуляции. Хотя, на самом деле, я позволю вот тут сам себя оспорить, в том плане, что этот тезис уже не работает. И все-таки главная цель Путина – уничтожение мирных жителей, мы видим это и в… Ну вот, пожалуйста, конкретный пример Кременчук, 16.00. Ну, спослушайте, у Путина прекрасно знаю, что здесь военный объект. Все-таки тут агентура, которая, к сожалению, еще имеет место быть, она докладывает туда своим кураторам главного управления генерального штаба вооруженных сил. Они прекрасно знают, даже в военное положение, короткое время, 16.00 – это то время, когда гипермаркет оптимально забит людьми. И вот как раз специально, еще раз повторяю, был нанесен удар по Кременчугу, лишь с одной целью для того, чтобы убить как можно больше мирных жителей. И такое, как мы видим, вот на примере массивной бомбежки Киева и так далее, оно происходит здесь, ну, как говорится, сплошь и рядом. Да, единственное, я бы сразу поставил вопрос о том, а как от этого защититься? А вот как от этого защититься, Украина должна создать, в первую очередь, систему противоракетной обороны. На вашем канале есть моя даже целая лекция, я 10 июня в Киеве провел лекцию о системе, о создании, значит, она так и называется, противоракетная оборона, создание и интегрирование в НАТО. То есть нам, еще раз повторяю, нужно сейчас всем, вот этот вопрос, он даже более выходит за рамки какого-то государственного значения, с партнерами из Соединенных Штатов Агентства, в Америке, сесть и подумать именно над созданием системы ПРО. То, чего у нас нет. У нас, конечно, есть отдельные элементы ПРО, я бы сказал, вот те же самые, например, противоракетный комплекс Гарпун, который нам поставила Великобритания. Но это всего лишь один из элементов. А так у нас, кличешему зрению, пока систем ПРО в Украине нет. Да, будем надеяться, что в скором времени они появятся. Скажите, вот Джо Байден на днях заявил на саммите НАТО, что более 50 стран выделят оружие для Украины. Как быстро это произойдет и какое влияние окажет на ход войны? Влияние, да, посмотрите, как быстро произойдет сейчас, трудно сказать, потому что каждая страна в рамках своих каких-то определенных правил и процедур согласовывает поставки вооружений с одной стороны, а с другой нужно наблюдать о том, какие вот опять-таки будут приняты решения, если по срокам на тех же самых совещаниях 50 стран мира на авиабазе Рамштайн. Поэтому сейчас однозначно на вопрос о сроках ответить не представляется возможным, но по крайней мере на первое время до того, когда будет открыт для Украины ленд-лист и он начнет действовать, это я напомню начало октября этого года, то вооружений с 50 стран мира должно вполне хватить для Украины для того, чтобы Украина переломила ситуацию в свою пользу. Но тут еще смотрите, очень важнейший фактор, я позволю себе вернуться к моей книге о планах Путина против Украины на 2022 год, извините, на 2021 год, но то, что на 2021 год, это, кстати, Путин в 2021 году планировал напасть, но там по ряду причин это нападение не откладывалось. Дело, да, и смотрите, вот мне еще где-то примерно два года назад стало известно, что на широкомасштабную фазу российской агрессии против Украины Путина по согласованию с ФСБ, генеральным штабом, там, Росгвардией, еще с иными структурами, с которыми он проводил совещание, на том числе, там, различными военными специалистами, он де-факто по умолчанию заложил в качестве безвозвратных боевых потерь, то есть, это груз 250 тысяч российских фашистских захватчиков. То есть, иными словами, 50 тысяч он готов положить. Вот по состоянию на сегодня нам генеральный штаб Украины отрапортовал об уничтожении 35 750 российских фашистских захватчиков. Мы видим, конечно же, это пока мало, к величайшему сожалению, для первой ситуации. Вот как силу, вот когда силы Украины, оборон, силы обороны Украины уничтожат свыше 50 тысяч российских фашистских захватчиков, тогда произойдет следующее явление. Противник будет не в состоянии удерживать все фронты и вот именно из слабых мест, где у противника наиболее слабые места, то есть, это вот Херсонская область и Запорожская, он будет оттуда вынужден отступить физически. Ну и плюс тому подойдут поставки вооружения. Да, и тут еще смотрите, вот на самом деле вооружение вопрос, да, вот вроде как, как бы легко на первый взгляд звучит, поставлять, не поставлять. Но вы же еще обратите внимание, что опять-таки информация открытых, извиняюсь, от источников, которые нам сообщают иностранные СМИ, силы обороны Украины, в частности, представители ВСО, прежде чем получить данного, ну, то есть, различные тяжелые вооружения, с ними проходит обучение от одной, ну, в среднем от одной до двух недель. хотя по определенным видам вооружения для того, чтобы пройти переподготовку нужно месяц и больше. Ну, вот по ускоренной программе представители вооруженных сил Украины проходят переподготовку по применению, по пользованию применению данных западных тяжелых видов вооружения и это сейчас реактивных систем залпового огня, беспилотной авиации и так далее. Так что это тоже скажем так, отрывает время у нас на переобучение. С одной стороны, она и свидетельствует, кстати, это очень важнейшее свидетельство, я считаю, это то, что я это постоянно уже называю 24 февраля, то, что к величайшему сожалению в Украине можно сказать до победы Евромайдана армии не было вообще, фактически не было, ее российская агентура разборовала и уничтожила. Украинская армия была то, что ей досталось от Советского Союза в 1991 году, оно было все полностью уничтожено российской агентурой. И с 20 февраля 2014 год, когда Путин начал четвертую мировую гибридную войну против Украины, в Украине до 24 февраля 2022 года, фактически все эти 8 лет и 4 дня армия соответствовала армии мирного времени. То есть, это, то есть, украинская армия, она все равно была не той армии, которая, я сейчас постараюсь выразить более корректно, которая соответствовала тем реальным угрозам и вызов со стороны Российской Федерации, страны агрессора оккупанта. То есть, то, что нам говорят, что армия приходит на стандарты НАТО, но, как видим, если действительно по украинской армии состоялся бы переход на стандарты НАТО, то зачем же тогда длинные сроки обучения на натовской технике? Понимаете? армия, еще раз повторяю, она в Украине соответствовала армии мирного времени, то есть, государство не воюющее. И вообще самая главная задача, я считаю, каждого гражданина Украины, она заключается в том, чтобы принять участие в создании военной организации государства. Военной организации государства, где входит множество компонентов. Я уже не говорю там, как военные компоненты типа системы ПВО, ПРО, реактивная система залкового огня, артиллерия, авиация, флот и так далее. Но еще же дело в том, что сюда входит и создание соответствующих спецслужб, и военно-патриотическое воспитание населения, и соответствующая информационная политика, присущая государству, которая находится под угрозой экзистенционального уничтожения. То есть, так как мы ведем национально-освободительную борьбу за наше физическое выживание в первую очередь. Всего этого не было создано. И вот сейчас как раз я считаю глобальная задача, она заключается в том, чтобы создать украинскую армию. кстати, обратите внимание на то, что исторически Украина обречена на то, чтобы иметь самую сильную армию в Европе. даже после нашей победы над врагом, над преступным чекинско-фашистским путинским режимом, в которой я не сомневаюсь, и даже если Путин будет, и он должен быть, я в том числе пользуюсь своей должностью почетного консульта Чеченской республики в Украине, даже другой должности, директора Международной ассоциации Института национальной политики, буду делать также все возможное для того, чтобы состоялся суд над Путиным и очки-фашистской банды. Неважно, заочно, посмертно, или, конечно, как нам всем это хочется, чтобы Путин пристал перед судом очно, этот приговор нужен для того, чтобы обеспечить историческое неповторение российской агрессии против Украины, чтобы уже, как говорится, во веки веков Россия, или то государственное образование, которое останется от России, оно уже никогда в жизни не нападало ни на Украину, ни на какие-то либо другие страны. Поэтому я считаю, что осудить Путина и его чекистскую фашистскую банду это задача номер один для всего человечества. Потому что той социальной угрозы, которую предоставляет Путин, не предоставляет для международного мира и международной безопасности вообще ни один субъект. И потом, смотрите, конечно же, после Путина, или я так полагаю, еще во времена вот самого позднейшего Путина, который уже нам остался буквально год-два, после распада России, та часть России, которая находится как минимум до Урала, она перейдет к Китаю. Потому что Китай это самый главный бенефициар распада России. И таким образом китайская цивилизация, она тоже противник Украины, я напомню нашим зрителям и слушателям, и западной цивилизации. Потому что Украина это часть западной цивилизации. Она входит в западную цивилизацию. И поэтому нам уже на наших восточных рубежах придется, это вот как раз-таки в обозримом будущем, такой среднестратегической перспективе, придется иметь дело с Китаем. И в этом плане конечно же мы должны пользоваться распадом России, восстановить свою территориальную целостность по состоянию, ну как минимум на 1928 восьмой год, чтобы включить в свой состав Ростовскую, Воронежскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую области. Потому что в этих областях проживают этнические украинцы, но они к величайшему сожалению были подвергнуты сначала некоторое время Российской империи, потом Советскому Советскому Союзу, и теперь Российской Федерации этноциду. То есть это ну как бы мы же видим, что вот большинство жителей той же самой Курской области и Ростовской у них украинские фамилии, они в основном заканчиваются на О, там и на другие, значит, украинские окончания. Да, это те же самые украинцы, они во многом, я хочу сказать, несмотря на всю эту околтелую шовинистическую пропаганду, ненависть, то есть вот то, что сейчас сжигание ненависти, розник в Украине, то, что сейчас происходит брос по пропаганде, они в принципе относительно быстро и безболезненно войдут в состав Украины, это я гарантирую. Но тут нужно еще для того, чтобы обеспечить это их безболезненное ухождение, Украина должна хоть более-менее какой-то показать, я считаю, экономический успех, что так же возможно. И таким образом мы вот максимум можем расширить нашу границу на будущее до, например, на Ростовской области насчет Кубани, то, что мне многие коллеги говорят, а как, например, быть с Кубанью. С Кубанью быть, что, что, вопрос с Кубанью достаточно спорный, потому что много родителей такого сейчас проживает и является активными субъектами хозяйственной деятельности различные народы Кавказа, поэтому нужно думать. И на юге, смотрите, какая у нас в постпутинизме возникает конфигурация после ухода России в небытие вслед за этим саморусским военным кораблем СССР. То есть, получается так, что с юга у нас возникает исламская цивилизация, по всей видимости, Реджем Прадаган будет неким лидером такого позитивного, скажем так, ислама. Есть, например, ислам, который я называю, даже не то, что ислам, но его интерпретация, скажем так, такая вот агрессивная. Радикальная более. Да, радикальная. Да, талибы, потом вот этот самый Иран, и так далее. Вот Ирдоган, я думаю, он как раз-таки должен взять лидерство над построссийскими республиками исламскими, то есть, над республиками Северного Кавказа, Татарстан, Башкортостан. Но мы, кстати, вот уже видим, что у Ирдогана достаточно серьезное влияние в том же самом Казахстане, и президент Казахстана, он, первое, на кого он напирается, это, конечно же, на поддержку Китая, и второе, это Турции, да, и вот таким образом, смотрите, в какой мы окажемся интересной геополитической и военно-политической конфигурации, то есть, с востока будет Украину подпирать Китай, а с юга уравновешивать Китай и, возможно, наверное, отчасти, я не знаю, как вот сложится этот Совет, но, скорее всего, наверное, мы будем нейтральными, это, конечно же, исламская цивилизация. И в любом случае, для защиты Европы Украина все равно сложившаяся конфигурация остается последним рубежом, потому что уже в Восточной Украине других европейских стран и республик не будет. И в этом плане Украина будет, еще раз повторяю, даже в обозримой перспективе военным бастионом, военным рубежом для всей Европы. Поэтому для нас вот сейчас первое, чему мы должны все отбросить всякие глупости, весь бред там какие-то политические бывают, тут иногда инсилуации возникает и так далее, все это нужно отбрасывать и заниматься строительством военной организации государства. Да, будем надеяться, что это произойдет достаточно быстро. Недавно правительство Германии вот пыталось давить на Литву и принудить ее разрешить сухопутные поставки товаров в Калининград, чтобы не допустить эскалации с Россией. Отчего немцы опять наложили в штаны? Это мы уже слышали несколько месяцев назад. Смотрите, я не просто так сказал, что вот акция «Сто Путина с неонацизм НАУ», которая началась 27 июня и будет продолжаться до нашей победы, в том числе требования, это борьба с пятой колонной и вражескими агентами Кремля правительства Германии. Это, во-первых, действует агентура, а во-вторых, Германия не имеет никаких абсолютно юридических рычагов на Литву. И Литва абсолютно обоснована. Во-первых, здесь, я считаю, три составляющие. Первая составляющая, это исполнение европейской комиссии о блокаде поставки различных товаров в Калининград как в железнодорожном, так и сухопутным путем. Второе, это то, что Литва на уровне парламента признала Российскую Федерацию террористическим государством, полностью соответствует действительности. Ну, и третье, самое главное, вот, друзья и уважаемые коллеги, я же не просто так всегда говорю, всех отсылаю к статьям 42 и 43 Устава Организации Объединенных Наций. Как поступает Совет Безопасности? Он с агрессором. Там есть такая санкция, она всего лишь обозначается одним словом и звучит как блокада. Что делать с агрессором? Блокируют. Поэтому абсолютно правильно со стороны агрессора и оккупантом не может быть вообще никаких либо как прямых так и костных отношений. Даже тот же самый транзит перемещения товаров с континентальной России в этот Анклав Калининградской области это тоже в общем-то является скажем так не актом хотя это не сотрудничество но это некий акт вынужденного взаимодействия. И это тоже по отношению к агрессору недопустимо. Агрессор должен был полностью заблокирован. Я бы на самом деле сейчас бы подумал на месте руководства Европейского Союза это кстати сейчас очень особенно актуально после принятия в НАТО таких стран как Швеция и Финляндия о полной ну о максимально полной блокаде этого Анклава Калининградской области. его нужно заблокировать с одной стороны и с другой вот даже по поводу военной обстановки после принятия Швеции и Финляндии в НАТО для Путина его Балтейский флот он де-факто превращается в потешный флот все вот этот анклав Калининградской области где содержатся основные военно-морские силы Балтийского флота то есть он уже ну где он там разводится все это уже вот ну я даже не знаю честно трудно подобрать слов но у него уже не оставил как как говорится уже де-факто не остается поле для маневров и проведения военных учений вот потому что если даже где-то когда-то там Финляндия и Швеция им разрешали проводить то теперь в рамках того что они стали членами НАТО то те конечно же ну и плюс плюс тому из-за санкционных ограничений да это точно же и накладывают ограничения на проведение там различных военных учений на Балтийском море поэтому все Потемкинский флот он уже де-факто стал потешным и Потемкинским да да будем надеяться превратиться в музей под открытым небом скоро ну вы понимаете здесь же опять-таки зависит от санкционной политики потому что к величайшему сожалению пока что санкции слабоваты пока страны европейского союза хотя и понятно что значительно в меньших объемах продолжают покупать у агрессора и оккупанта нефть газ и уголь это основные энергии ресурсов чем они спонсируют эту преступную войну как против Украины так и впоследствии против же себя ну и с другой стороны мы видим что сейчас отмечается по линии службы внешней разведки до того же самого главного управления генерального штаба вооруженных сил россии это органы внешней разведки и МИД соответственно попытки искать различные попытки создания я бы так сказал различных схем по обходу санкций но тут я опять считаю нужен общественный контроль создавать такие структуры сейчас нужные они актуальны типа бывший фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального чтобы смотреть отслеживать все возможные схемы которые создаются и с другой стороны сейчас комиссия Соединенных Штатов Америки по санкциям она тоже создает подразделение по мониторингу за исполнениями санкций и противодействию их обходу поэтому я думаю в любом случае в самое ближайшее время примерно 3-4 месяцев эти санкционные точнее эти схемы которые создаются для обхода санкций они будут в конце концов купированы будем надеяться мониторинг очень важно Юрий глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн выступая на заседании Верховной Рады отметила что на пути к членству Евросоюз Украине нужно усилить борьбу с коррупцией снизить влияние олигархов и принять закон о СМИ и сделать это как можно скорее с какого пункта на ваш взгляд стоит начать смотрите я лично я лично я лично считаю что начать даже немножко не с тех пунктов как сказал фонда последующим обстоятельством фактически у нас олигархическая экономика во многом я не говорю что она полностью перестала но во многом она уже перестала существовать тем не менее конечно же влияние олигархии в определенной сфере экономической жизнедеятельности Украины продолжает осуществлять влияние что касается принятия закона о СМИ то я бы тут вообще смотрели сделала бы так как это сделали Польша и Германия я бы просто принял закон который бы вводил налог точнее одна из статья значит то есть этого закона была бы налог на общественную деятельность то есть сами бы налогоплательщики оплачивали Украине деятельность СМИ и общественных организаций чтобы украинские СМИ напрямую финансировались за счет украинских налогоплательщиков и таким образом отсечь олигархат от влияния на СМИ я считаю это правильно и давно нужно было сделать смотрите я не против богатых людей богатые люди есть во всех странах мира миллионеры миллиардеры и так далее но они не покупают как это было в Украине во всяком случае до широкомасштабной фазы российской агрессии или вот выборов в 2019 году там политические партии средства массовой информации лоббирует принятие там каких-то законов там они не покупают министра и так далее то есть бизнес во всех цивилизованных странах он отделен от политики информации вот так же нужно сделать и в Украине должна такая вот сегрегация то есть нужно оригархов отдельно политическая система должна действовать отдельно информационная система тоже должна действовать отдельно то есть каждый институт должен развиваться индивидуально да согласен Макрон заявил что Франция оперативно предоставит Украине еще 6 гаубит Сезар и значительное количество другой бронетехники Владимир Зеленский поблагодарил президента за такое решение как вы считаете это результат поездки в Украину или прекращение телефонных звонков кремлевскому карлику я думаю тут нужно системно рассматривать первое это конечно результат поездки в Украину второе после результата поездки в Украину это прекращение общения с кремлевским карликом и конечно да спасибо президенту Франции за 6 гаубиц но все-таки я хочу еще раз вернуться к своему тезису о том что у нас не выставка в Украине вооружение проходит у нас идет еще широкая подлая подлая именно широкомасштабная война которую ведет Путин преимущественно против мирного населения и он все полностью нарушает и международное уголовное право и международное гуманитарное право и естественно там законодательство Украины и так далее поэтому 6 гаубиц нам ну это не то что как вот не пришей рукав к одному месту но их даже даже одно какое-то операционное направление невозможно частично закрыть имеется имеется ввиду но это уж совсем мизерабельно если он хотя бы сказал что 60 гаубиц вот тут уже как говорится да можно о чем-то говорить серьезности во-первых смотреть хотя бы 60 гаубиц во-вторых ну то что снарядов поемной техники 2 но все-таки гаубиц нужно ПВО вот там на фронте где идут активные боевые действия нужно ПВО а для городов нужно создать систему ПРО противоракетной обороны так что так что рвом колючей проволокой полностью заблокировать вот полная блокада полное отгорождение любого постсоветского государства от Кремля является гарантией его суверенитета политической независимости и я бы рассматривал этот посыл картофельного фюрера как отработку за финансирование преступного режима он же полностью сидит на кремерских деньгах и путинском подсольстве поэтому только в таком контексте на не более да у него заявление одно другого интереснее да премьер-министр Норвегии сообщил на днях что их страна передаст Украине миллиард евро помощи в дополнение к трем М270 и 5000 снарядов калибра 155 насколько это важно именно сейчас и от такой ну скажем небольшой в военном плане страны как Норвегия да все сейчас важно и любая хотя бы такая небольшая помощь она тоже важна и тут смотрите важно понимать что исходя из положения устава организации объединенных наций и развития самой российской агрессии и ведение Путина четвертой мировой гибридной войны против коллективного запада долг каждого государства долг каждого государства власть жить в свою какую-то частичку победу Украины именно для того чтобы путинский чекистко-фашистский режим потерпел свое экзистальное точнее не экзистальное а сначала военное поражение в Украине потому что если путинский режим не потерпит своего поражения в Украине он пойдет дальше в Европу и тогда и Норвегии и другим странам которые потенциально могут быть втянуты в широкомасштабную войну придется уже значительно больше во-первых расхода и жертвовать на эту войну со своими же гражданами поэтому естественно все прогрессивное человечество хотя бы те 50 стран которые соглашаются помочь Украине и уже согласились сосвидетельствуют о том что они приняли решение консенсусное решение о том чтобы победить путинский чекистко-фашистский режим руками конечно же воинов Украины на полях Украины да и вскоре Украина получит системы ПВО на Самс один из разработчиков кстати Норвегия способная сбивать ракеты самолеты и дроны дальность выстрелов может составлять от 20 до 180 километров при высоте поражения до 21 километра помогут ли они закрыть небо и в какой скажем пропорции ну смотри ну конечно во первых они не помогут закрыть а точнее нет объективности ради тут нужно исходить из следующего системы на самс они рассчитаны на уничтожение самолетов дронов и крылатых ракет но дело в том что эти системы не предназначены для уничтожения ракет средней дальности те же самые ракеты и x 101 и калибр которыми обстреливают российские фашистские захватчики украины это эти ракеты относятся к ракетам средней дальности некоторых из них длина полета достигает 5500 километров поэтому да для самолетов и дронов это идеальная на сегодняшний день противовоздушная оборона но вот от баллистических средств поражения эта система не спасет вот даже давайте я вам сейчас проведу пример я вот в своей лекции но наши зрители могут посмотреть то что я прочитал 10 числа нам сейчас нужно нужны следующие системы это системы патриот американские потому что система патриот это универсальная система они и про и противоракетная оборона и ПВО то есть они могут уничтожать помимо тех целей которые уничтожает нас но еще и за атмосферном пространстве баллистические ракеты и даже отделившись от баллистических ракет ракетные блоки и ну как минимум таких систем нужно 50 украин на первой еще на первом этапе ну как минимум 50 и также 50 комплексов наземного сухопутного базирования колесного типа тхат тхат у них следующие критерии радиус действия то есть одного комплекса 200 километров то есть в диаметре получается 400 и тхат уничтожает ракету он может уничтожать любую ракету ракеты ракеты меньшей средней дальности и межконтинентальные баллистические ракеты на расстоянии в атмосферном пространстве до 200 километров и в атмосферном несмотря на то что у них официально указывают что они уничтожают на высоте до 150 километров но тем не менее результаты ракетных кубесов показывают что они уничтожают на высоте до 200 километров то есть это фактически они уничтожают баллистические ракеты в том числе межконтинентальные отделившиеся от них боевые блоки на низкой околоземной орбите низкая околоземная орбита у нас для зрительных слушателей сообщу начинается за линии кармана то есть на высоте свыше 100 километров потому что все межконтинентальные ракеты они именно баллистические потому что они запускаются через космос и проходят в космическое пространство а система НАСАМС увы она такие ракеты не увидит и не обнаружит и потом смотрите что важно еще в противоракетных комплексах ТХАТ и ПЭТРИОТ потому что они привязываются к информационном плане к радарам точнее РЛС к радиолокационным станциям раннего обнаружения которые не обладают соответственно космические силы обороны Соединенных Штатов Америки и они устанавливаются на спутниках и о том что вражеская ракета будет то есть о том что противник намерен выполнить нанести ракетный удар в том числе даже по территории Украины потому что я в своей лекции говорил что система ПРО противоракетной обороны это глобальная система ее нужно рассматривать как информационную систему и вот с того момента когда противник начинает выводить свои средства поражения то есть статегическую авиацию Ту-22М Ту-160 или подводные лодки корабли и так далее в те места где они осуществляют пуск ракет уже соответственно Соединенных Штаттам об этом известно через Пентагон передается информация в режиме реального времени в соответственно в Министерство обороны Украины уже там по у нас например в украинских городах начинает срабатывать тревога еще с того момента когда только противник начинает развертывать свои силы готовясь к удару по украинской территории вот и так же собственно говоря вот ПФП Титха то есть радар раннего реализационного станции раннего обнаружения передает сигнал после запуска ракет значит спутник зондирования земли считывает трек то есть что это за ракета определяет траекторию скорость перебрасывает в чётно вычислительное устройство поэтому ракетного комплекса там это закладывается уже в компьютер то есть это такое компьютерное устройство уже сам компьютер автоматически программирует этот комплекс выпуск ракет на значит попротив ракет на определенную траекторию и кстати еще чем важен ТХАД что если у него у него вылетает первая ракета да вот и она прокладывает де-факто маршрут уже для второй ракеты да если первая ракета не попадает хотя кстати у Патриота у них очень высокая точность поражения то тогда соответственно через несколько секунд вылетает и вторая ракета и почему кстати еще нужно поражать ракеты вражеские ракеты про и ПВО потому что все-таки я говорю дальность поражения 200 километров если ракета летит на крупный город Киев и Харьков то ее лучше конечно поразить где-то в поле там где собственно никого нет шутки обломки упадут и так далее чем вот такими короткими системами ПВО поражать в городе конечно же то же самую ракету калибра можно расстрелять из зенитного пулемета калибром 12,7 миллиметров что уже кстати в Украине было да это мастерство но это можно но представляете у этой ракеты во первых гиперзвуковая скорость инерция и даже если она и не достигнет своей цели поражения упадет примерно за 2-3 километра то это понятно уже городская среда потому что враг бомбит города и куда она может упасть на жилые дома на детскую площадку на территории детского садика на автомобили повредить имущество горожан и так далее вот поэтому тут нет системы смотрите что системы можно сбивать и ракеты средней дальности и даже возможными можно сбить если они поймают и блоки межконтинентальной баллистической ракеты которые опускаются на территорию противника через космос но это очень рискованно все-таки нужно создавать систему ПВО используйте пожалуйста для самолетов для дронов и так далее а для ракет меньше средней дальности и межконтинентальной баллистической ракет только ПВО да согласен с вами вчера поступила позитивная новость культура приготовления украинского борща внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО что требует немедленной охраны считаете ли этот факт Юрий очередой победы Украины безусловно да будем надеяться что такие победы последуют и в дальнейшем спасибо Юрий за содержательную беседу спасибо зрители просьба подписаться на ресурсы нашего гостя они указаны в описании под видео спасибо большое и всего доброго всем пока и до новых встреч до свидания доброго вечера мы из Украины до новых встреч 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 до новых встреч